Чуть больше десяти лет назад микрорайон Парнас ассоциировался у петербуржцев исключительно с окраиной. После появления одноименной станции метро он стал одним из самых востребованных у горожан в плане покупки жилья по достаточно демократичным ценам. Застройка микрорайона Парнас началась в 70-е годы с Брежневок. После здесь стали возводить корабли и дома 137-й и 504-й серий. О масштабном проекте «Северная долина» петербуржцы впервые услышали в средине 90-х годов. Но в связи с рядом проблем проект заморозили на целые десятилетия. Первое свое строительство первой очереди проекта «Северная долина» была забита лишь в 2009 году. В составе комплекса предусмотрены многоподъездные и точечные жилые дома от 25 до 43 этажей. В составе микрорайона предусмотрено шесть общеобразовательных школ и столько же детских садов. Первые уже сданы в эксплуатацию. Первая очередь «Северной долины» состоит преимущественно из просторных по современным меркам однокомнатных и двухкомнатных квартир, а также скромных по площадям трехкомнатных. Есть и студии по размерам, не уступающие однушкам. Дома первых четырех очередей «Северной долины» уже заселены. Стоимость студий в них стартует с отметки 3 миллиона 300 тысяч рублей. Средняя цена на однокомнатные квартиры – 4 миллиона. Двухкомнатные оцениваются в 5 миллионов 350 тысяч, а трехкомнатные – в 6,5 миллионов рублей. Сейчас жители Парнаса вынуждены терпеть сложности в плане социальной инфраструктуры. В школы, детские сады, крупные торговые центры приходится ездить в другие районы Петербурга. А для превращения такой территории в уютный микрорайон с достаточной инфраструктурой потребуется еще как минимум 10 лет. Татьяна Козырева, Андрей Любик и Роман Рожков, БНТВ.